И всем привет ребят, с Мистер Байкесю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору новых обновленных дронов. Вчера у нас произошли изменения с расходниками и дронами, с их работой. И сегодня мы обсудим эту тему, скатаем на одном из измененных дронов. Ну и попробуем рассказать все те изменения, которые у нас произошли. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня мы обсудим дрон, который до этого обновления с расходкой, в моем понимании, был одним из лучших дронов для моей комбинации и реализации Крусейдера Страйкера. Это дрон-бустер, но уже со вчерашнего дня, а именно с пятницы, произошли те изменения, которые автоматически нерфят дрон и бустер, дрон-защитник. И делает их значительно-значительно хуже. В чем же это все проявляется? Вкратце это связано с тем, что теперь нет возможности прожатия двух припасов одновременно. То есть у вас нет возможности теперь комбинировать две расходки, например, нитра плюс дд, либо дд плюс д ашка, так же само, например, у защитника это броня плюс нитра, либо броня плюс дд. И теперь у вас есть то самое дополнительное ограничение, которое приводит к тому, что вы должны терять дополнительные пять секунд после того, как вы прожимаете как раз-таки свой припас. Раньше была возможность прожатия двух припасов сразу, ну и очевидно, что это нерф, да, то есть вы, например, с респа не сможете две расходки прожать и сразу жестко реализовать моментик какой-то, у вас будет только лишь один припас. Соответственно, когда у вас в этом моменте всего лишь один припас вместо двух, то вы уже начинаете задумываться, для чего мне использовать тогда дрон, который мне дает в моменте преимущество по одному припасу, да, при том, что он контрится, например, любым подавлением. Если у нас есть, например, тот же гиперион, который можно сразу завязать всю расходку и при этом в всем деле еще и иметь пониженный кулдаун на аптечку и мину, да, то есть у вас есть возможность дополнительной контентовой реализации. И по сути целиком и полностью вы будете правы, если будете рассуждать именно так, ведь в моем понимании главный акцент и преимущество вот этого бустера было как раз таки в том, что у вас была возможность прожать двух припасов сразу одновременно, плюс дополнительная добавка в виде повышенного урона, да, то есть у вас есть повышенный урон, плюс у вас есть полная расходка. Но, 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 в этом всем деле, конечно же, есть и свои минусы в виде подавления, как я уже сказал, но это еще ладно. Окей, подавление, оно как бы работает и на защитника, и на ловкача, да, то есть на любой, и вы можете его взять и законтрить, например, иммунитетом от подавления. Но в связи с тем, что у нас расходка стала рабочей на протяжении длительного периода времени, что как раз таки является плюсом, очевидным плюсом, да, то есть это обнова в плюс по расходке в целом. Я думаю, что может быть даже отдельный видос еще по этому поводу буду записывать, да, и расскажу что да как и что почем, но если ты уже и так будешь иметь ту самую замечательную полную расходку, да, для чего тебе тогда возможность на дополнительный кулдаун, если этого кулдауна может не быть в принципе, да, поэтому очевидно, что с таким обновлением бустер, которого относительно не так сильно апнули, он уже не выглядит столь жестким, да, и, например, меня задумывается уже на изменение его, да, то есть уже задумываюсь на том, что может быть не стоит его использовать, да, в чем его тогда дополнительное преимущество. В моем понимании теперь тогда уже намного выгоднее взять гиперион под эту комбинацию, да, не иметь там дополнительного шота, но зато у тебя будет та самая полная расходка, и у тебя будет возможность как можно дольше жить за счет маленького кулдауна на аптечку, при том что аптечку, я думаю, что мы в ближайшее время тоже там обсудим, есть что обсудить на этот счет. Ну и в целом, я думаю, что было бы очень неплохо все-таки апать и бустера, и защитника. Возможно, не по характеристикам, а по именно прожатию припасов, ведь, ну, казалось бы, да, то есть это такая маленькая вещь, но эти 5 секунд на дистанции дают вам большое количество дополнительного преимущества, да, без этих 5 секунд, ну, как будто теряется даже сущность использования этого дрона в целом. Да, окей, например, с тем же страйкером у меня будет 2000 урона, у меня будет возможность ваншота легкого танка и дополнительно минус 1 выстрел по противнику, но как будто этого будет мало, если я буду сравнивать, например, с гиперионом, на котором будет возможность реализации этих всех быстрых припасов, и не будет дополнительного кулдауна на расходку. Да, хорошо, что теперь у нас, например, нет кд на ддшку, и то, что с ддшкой ты можешь играть постоянно, да, то есть тебе не надо думать о каких припасах тебе надо прожать, чтобы у тебя не было этого кулдауна, да, то есть тебе раньше надо было там, например, вжать аптеку, вжать мину, чтобы у тебя ддшка моментально откдшилась на бустере. Сейчас у тебя такого делать не нужно, да, но зато у тебя есть дополнительный кулдаун на расходку при респе, да, что в моменте может очень сильно заролять, и вместо двух припасов ты будешь просто сражаться с противником, который будет на одном припасе. Ну, а так, в целом, конечно, я бы сказал, что этот релиз в плюс, да, и отдельно мы его точно тоже разберем. Поэтому давайте скатаем хорошую каточку. Первый бой, который я запикался, пока я там рассказывал, нас быстро очень развалили, и, по сути, я ничего там такого сделать не смог. Ну, и вот видите, да, то есть сейчас, в принципе, да, кулдаун на расходку, он довольно короткий, да, то есть у вас работает расходка на протяжении длительного периода времени, и вы спросите меня тогда, а зачем юзать гипериона, о котором ты говоришь, да, то есть а смысл тогда от гипериона? А главный смысл гипериона, он, в принципе, ну, если раньше был только в расходке, да, хотя, ну, вот всем кажется, что именно вот этот плюс главный, это то, что у тебя расходка без кулдауна. Но в моем понимании главный плюс гипериона всегда был в том, что у тебя кулдаун аптечки очень короткий, да, то есть у тебя кулдаун аптечки короткий, у тебя кулдауна мины короткий, и, соответственно, у тебя есть возможность жить на базе противника долго, да, то есть ты, например, там сейвишься под стенкой, потом юзаешь сразу сверху аптечку, и выигрываешь момент сильный в плюс, да, чего ты, например, не сделаешь на вот этом замечательном бустере, а при этом у тебя еще и расходка теперь двойная сразу не срабатывает. Ну ладно, это уже так, отступление, можно сказать, от темы. Десять минут у нас до конца катки, вот в этом бою, в принципе, можно и попробовать реализовать комбинацию всю в целом, и быструю еще и досрочку сделать, да, для нашего дополнительного прироста по трофеям, например, тем же. Почему бы и нет, поэтому давайте постараемся еще и быстро эту каточку завершить, и тогда у нас получится два быстрых боечка в рамках одного видеоролика. Вот, к слову, играет молодой человек на защитнике, и, казалось бы, ни в чем себе не отказывает. Но если бы он, например, играл бы на другом дроне, по типу там гипериона, я думаю, что это было бы даже пожестче. Хотя защитник новый, обновленный, выглядит довольно-таки интересно, да. Поэтому о нем, я думаю, что мы тоже еще поговорим, да, и не раз, возможно, поговорим, да, но ситуация у нас... Так, у меня табличка какая-то выскочила. Но ситуация у нас в плане изменений, обновлений поменялась. Я, конечно, не скажу, что я прям уже супер много откатал боев. Вчера я, грубо говоря, сыграл там, ну, наверное, боев так 5-7 на новых вот этих вот расходниках с дронами. Еще при этом не все успел попробовать. Но думаю, что на дистанции мнение уже полностью сложится, и я смогу уже чуть более подробно все это дело разобрать, разъяснить, показать. И мы уже придем еще к какому-нибудь определенному интересному мнению. Так, ну, у нас по катке 14 на 3 счет. В принципе, неплохой, наверное. В принципе, неплохой. Вот, кстати, если контролить дроповую расходку, как вот сейчас ДАшечку, да, то есть и прожимать сразу дополнительный припас, то, в принципе, это выглядит очень неплохо. Но, например, у меня позавчера бы в такой ситуации было бы 3 припаса сразу. А тут у меня 2 припаса. Ну, в принципе, 2 тоже неплохая тема. Так, хорошо залетела оудишка у нас. И пробуем забрать еще точку дополнительно. По диктатору накидочку оформляем. Хорошо, среспим его. Правый васпик здесь у нас открывается. Пробуем ему тоже покидать дамагу. Викорик вжимает овердрайв. Чутка даем стрейфа, чтобы наши тиммейты, возможно, пожили. Чуть подольше. Так, арестом тоже стрейфит. И успевают, да, ребята, забрать точку, если я не ошибаюсь. Нет, не успевают. Так, пока что не успевают. Диктатор, да. Четвертая точка у нас имеется. Очень неплохая катка с точки зрения именно быстроты реализации и набора очков. Противник здесь очень хорошо открывается под нас на постоянной основе. Соответственно, у нас появляется возможность очень плотненькой накидочки. Было бы очень неплохо. Ага, если бы точка появилась бы тут. Точка у нас появляется совсем в другой стороне. Васпик у нас тут на перекатке хотел что-то исполнить. 95% овердрайв у меня. Ну и, к сожалению, меня здесь респит. Наши тиммейты захватывают уже пятую точку. И выглядит, как это супербыстрая катка. Которая сейчас у нас завершится в наш 100% плюсик. Так, гидрочка на накидочку. Гауссик здесь на добавке стоит. Быстро его зарезаем. Так, и у нас тут три противничка открываются. Блин, хотел сказать, в самого жесткого даем сосулендру. Но, к сожалению, сосулендру я не попал. Не попал я сосулендрочку. Хотя могла бы быть там очень вкусная. Залетка-прилетка. Так, ну и пробуем захватить точку. Аптечку у нас юзает оппонент. Слово о новой аптеке, я думаю, что тоже отдельный видеоролик. Я сделаю, запишу, расскажу. Да, свои наблюдения, которые у нас получились. Ну и катаю еще побольше. Там уже более подробно, наверное, можно будет это все дело разобрать. 22 кила на 5 смертей. Ну и получается, две точки у нас остается. В принципе, наверное, неплохо. Друповая дашечка как раз есть. Нетрушку, значит, жмем дашку, подбираем. Через 5 секунд появляется у нас ДД. Так, и пробуем забрать уже шестую точку. Мне чуть пространства надо, чтобы накинуть домашку по оппоненту. Так, и есть у нас ОУДИ. К сожалению, ОУДИ в молоко. Можно было, кстати, дать под левую стенку. И тогда бы я задамажил этого Викинга Рика. Но он так испугался. Поджался к стенке. Что, в принципе, нас, наверное, даже это и устраивает. Что он не выкатил под нас. Мы просто спокойненько забирали точечку. И уже на 6-0 выходим в рамках этого боя. Точку бы сверху. Да, шикарная точка сверху. Это самая удачная точка, кстати, за эту сторону на Серпухове. Ну и вообще, в моем понимании, это дисбалансная карта в плане осады. Здесь есть максимально удобная точка под верхнюю сторону. Максимально удобная точка под нижнюю сторону. Ну и точка, которая очень тяжела при равных балансах для того, чтобы ее забрать. И поэтому... Ну здесь очень многое, например, зависит как на бойне от рандома. То есть, если ты играешь вот именно в плотный бой, где у тебя и сильный противник, и сильная команда за тебя. То очень многое зависит от рандома, от того, какую точку прокнет. То есть, это немножко нечестно. В целом, как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу нового обновленного бустера. Хотелось бы узнать вашу точку зрения вообще по поводу расходки, по поводу всех этих изменений. Если есть что добавить, если есть что высказать, то напишите все свои мысли в комментариях. Обязательно поддержьте данный видос. Давайте соберем максимальную активность на нем. Ну и я уже в свою очередь в быстром формате постараюсь записать видеоролик, связанный с другими изменениями. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.